здравствуйте с вами треха и любовь колен рок-н-ролл и это сука третий обзор за сегодня и сука почему все крепкое остановитесь пожалуйста выпускать крепкие продукты у нас сегодня на обзоре ты можешь ебаную анимацию такую дешевую вставить на это движение вот это короче у нас сегодня хук продукт от компании чебаки это крепкий чай нужно сразу давайте закроем эти вопросы это не табак это чай и это первый крепкий чай на рынке кальяной движухи в чем суть новая технология которую чебака патентует какая-то nexus технология что они вообще сюда закладывают в этот крепкий чай быстрый эффект расслабления повышенная биодоступность никотина вот так баланс крепости и жесткости и долго держит ароматику двухэтапная ароматизация вот так массовая доля никотина 0 3 процента состав глицерин чайный лист патока ароматизатора при пленгликоль никотин пищевые добавки без табака консервантов и красителей масса нет а 50 грамм вот такая вот история мы это я курил честно скажу только на выставке пару тяжечком туда-сюда но вот полноценно сесть посмотреть на разных чашках как это курицы насколько меня разъебывает такого не было открывая презентацию которую я получил в чем идея на рынке новые крепкие продукты значит что тоже выкатываем крепкая ца переключилась на крепкая среди без табачных брендов нет крепких продуктов фасовочки банка вот то что у меня в руках это 50 грамм опт 170 рублей розница 250 ну сами понимаете ценник более чем доступный 250 грамм в опт 690 рублей 700 рублей за 250 просто осознай и розница 980 рублей какая-то своя технология не на не раскрывают что-то и говорят вот мы сделали вы вы пробуйте у меня есть небольшая подсказника по вкусам цитрусовый хук пробежимся сразу микс кисло-сладкого помыла и узнаваемых ароматов лимона и лайма ну все должно быть просто понятно абрикосовый хук вот он абрикосовый хук стоит здесь абрикос я помню только сибировский шум был прям топовый вот пахнет очень круто пиздец натурально пахнет ернешься как натурально пахнет поэтому мы его выбрать интересно гуавовый хук мы наверное курить не будем потому что тогда здесь будет вот так вот лужа блять короче не перевариваю главу в кальяне поэтому россию поэтому я стараюсь ее избежать нутельный хук нутелла паста очень орехи орехи шоколад да все понятно клюквенно-брусничный особо интересно потому что хорошие брусники на рынке ноль клюквы есть и я хочется мне чтобы вот здесь у чубаки помнишь клюкву сахарной пудре как бы здесь не было вот тоже бы аромка вот не хочется что-то малиновый хук здесь у нас пахнет натурально реально натурально пахнет что тут еще гранатовый освежающий сладкий аромат нектара граната с легкой терпкостью приятными кислыми нотами ну должно быть очевидно чебака может в гранат может поэтому мы не сомневаемся рондовый его я видел даже в комментариях где-то на обсуждении хука его очень хвалили я пробовал его на выставке пару тяжек буквально курил вкусно табачно-ванильный я его взял естественно дело в том что поскольку я работаю флэйвиком сапфира я тоже делал табак ваниль в разработках было пахнет очень похоже на то что делал я и пахнет кофе абрикос арбуза дынный современно арбуз дыня мясо если знаешь откуда арбуз дыня мясо напиши об этом в комментариях обязательно тропические сочетание экзотического маракуйя и сладкого спелого манго подчеркнутая легкая свежесть но а сегодня мы не будем курить его леденцовый аромат ягодные карамели с нотами клубники и граната с приятной свежестью и клубника ароматы понятные розничные но что самое интересное что если это очевидно розничные ароматы понятные без супер заморочек каких-то тогда зачем это хорики но при этом есть 250 грамм и я думаю что хорика которая попробует скажет ага интересно действительно крепко мы можем это использовать поставим к это вместо вот сюда ставьте любой крепкий продукт за такие деньги как 980 рублей за 250 грамм я считаю что больше чем подарок давайте-ка грузанем калауды и у нас есть к этому вопросу продукту несколько очевидных вопросов которые мы сейчас попробуем разобраться восстановление и насколько он держит перегрев вылет аромки и что же там такая за биодоступность никотина и самый ключевой вопрос поскольку это чай будем ли мы чувствовать чайное сырье ставим калауды начинаем курить и так мы начали с первой чашки у нас фанал углитер x4 штучки калауд абрикосовый хук на фанале у меня забит забивочка достаточно плотная для меня накуривает то есть я чувствую крепости она прямо ощутимо это не просто средний эту прям ну и не могу назвать это прям полноценно это не танж на фанале конечно но это крепко то есть но это выше среднего ближе крепко вот так назовем это очень мягкая ароматика приятная ненавязчивое сырье пока я не чувствую но эта чашечка подольше посетим посмотрим на сколько будет вырезать сырье мне не давит горло абсолютно крепость я чувствую прям легкими то есть когда я затянулся об схватилась прикольно но это фанал все еще фанал и по нему мы выводы конечно делать не будем большинство людей у нас курит на прямоточных чашах поэтому они у нас сейчас пойдут в ход я не знаю насколько равномерно они все прогреты ух ты ебушки воробушки охуеть может и начнешь курить кальян наконец вау действительно крепко это правда крепко вот на фанале этого не ощущалось на прямоточке это выше бэбэшки у него нет вкуса сырья сейчас на прямоточной чаше вообще она накуривает причем практически сразу хочется подышать бля это крепко пиздец я не ожидал что это будет курица так вот в свободном на выставке это вообще ни о чем было то есть ну непонятно нихуя предлагаю бан на обзор крепких продуктов нахуй вообще полностью короче крепко ребятишки крепко и давайте по ароматике клюква брусника честно это честно это клюква брусника это хорошо это та же аромка ну для меня мои личные ощущения очень похожи на аромку клюквы из сахарной пудры но без сахарной пудры она не мылит ничего клюква брусника кисло-сладкая слегка горьковатая прикольно честно сделано но аромку я воспринимаю примерно ту же что в клюкве в сахарной пудре нет ощущения дискомфорта никакого при курении меня просто накуривает причем накуривает очень быстро ставим следующий у нас табачно ванильный хук с оттенками шоколада мягкий ненавязчивый он больше ванильно-шоколадный чем табачный прикольно похож на какой-то крем такой я очень комфортно это курю но меня именно на напины вает то есть я чувствую крепость вот здесь и в ножички приходит и хочется подышать очень сильно здесь комфортно курица в ахуе привкуса сырья не чувствую пока не на одной из чашек это важно потому что многих отталкивает привкус сырья это все понимают нутельный хук едет да ебать что ж такое то а спасибо спасибо за крепкие продукты тренд вообще супер одобряю класс очень нравится это орехово-шоколадная паста ничего нет это не нутелла это орехово-шоколадная паста потому что вот у нутеллы есть свой вот она отличается от других орехово-шоколадных паст не она но орехово-шоколадная паста да также никакого привкуса сырья откуда здесь холодок здесь холодок в нутелле я не знаю что он здесь делает но он здесь есть да я его четко чувствую непонятно мне не кажется вот я затягиваюсь просто вот воздух в себя всасываю чувствую как холодит прикольно не знаю зачем но неожиданно было это здесь видеть также привкус сырья не наблюдается мы тоже хитрые ребята вот фанал самый будет показательный по привкусу сырья мы его как бы не курим пускай греется стоит и малиновый хук у нас следующий на тест но я уже не хочу курить вообще не хочу наверное ближайшие дней десять я не хочу курить после сегодняшнего дня некуда отступать позади деньги за обзор очень крутая малина она сладкая она слегка в лист и при этом сильно ягодная типа с кайфом вы положил в чашку и было бы круто но я ебал как крепко так мы одну чашку пускаем в перегрев вот оставляем ее греться сейчас расскажу про перегрев сегодня у нас несколько обзоров на съемках я не знаю какой из них в каком порядке будет выходить но если в предыдущем на съемках предыдущем который мы снимали был бычий кайф ты ты сука псиный кайф я перегрел чашку я не могу это курить то есть на перегреве все шансов 0 она жестит причем жестит именно вот крепостью то есть она прям въедает в тебя я даже выкуривать это не хочу значит удивительно сырье не пошло но не я не чувствую привкусы чабаки классического чайного его нет все вот сброс в два угля в полтора давайте запустим в два классических чтоб честно был ну и такой третий накинем для вида сбоку я не чувствую вкус сырья я не чувствую вкус сырья весь секрет прикинь табак безакцизный табак безакцизный я думаю вряд ли нет вкус сырья крепость сохраняется аромка нормальная ну деформированная в рамках нормы без отклонений прям чтобы я хотел сказать что фу это другой вкус нет такого абсолютно нормальная курица после перегрева при учете что ну крепкая я не алё это курица комфортно и вот у нас фанал быстренько может быть здесь все таки мне хочется закончить очень сильно фанал который мы не трогали должен вылезть должно вырезать сырье не нихуя ну есть какой-то суховатый легкий но я бы не уточнил блять нет это не фрикус чебаки я бы не угадал что это чай охуеть короче прикольно честные достаточно аромки они комфортные они не раздражающие курица комфортно но напинывает прям дай боже ромбле я хочу отклониться и полежать напинывает честно напинывает курица комфортно аромки не раздражают аромки хорошо наложены они приятные они понятные ценник очень даже да для крепкого продукта это круто сделано я пойду отдыхать вам говорю спасибо что посмотрели курить кальяны слушайте хорошую музыку любить своих женщин пока пока а 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